всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз как уже понятно тоже будет связан с ноутбуком Toshiba в данном случае пришел новый wi-fi модуль сетей шестого поколения Fenway со скоростью передачи данных до 3 гигабит в секунду а более точно 2,97 гигабит в секунду данную фирму мы уже рассматривали другим wi-fi модулем и установка его в Toshiba тоже ноутбук сейчас рассмотрим wi-fi модуль непосредственно ноутбук Toshiba 2009 года как будут взаимодействовать между собой данный ноутбук и этот wi-fi модуль чтобы увеличить скорость пропускной способности wi-fi канал для этого вам потребуется соответственно роутер шестого поколения который начинается уже на 160 герц которая начинается уже с 10 рублей и выше возвращайте часть денег за покупки в алиэкспресс с кэшбэк сервисом Letyshops это реальные деньги которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона будьте в тренде покупайте с кэшбэком от Letyshops ссылка в описании поставляется данный wi-fi модуль вот в таком варианте здесь пришло и еще дополнительная отвертка при помощи которой мы будем устанавливать к помощь пришла крестовая также пришел wi-fi модуль в таком варианте внутри находится непосредственно сам wi-fi модуль есть пластины для того чтобы в случае если у вас не короткий модуль используется а длинный как в этом ноутбуке то применять соответствующую дополнительную пластинку и внутри находится 4 винта для того чтобы закрепить непосредственно саму пластинку для того чтобы закреплять ее непосредственно внутри ноутбука и закрепить непосредственно на плате скорее всего винты на плате не подойдут потому что в прошлый раз они достаточно были малого размера не подходили поэтому придется воспользоваться теми винтами которые уже сейчас стоят непосредственно внутри этого ноутбука сразу хочу сказать что данный модуль предполагает использование сетях как говорил уже шестого поколения поэтому ноутбуки у которых bios не имеют белых листов для ноутбуков hp и lenovo данный модуль не подойдет также здесь необходимо чтобы у вас был windows 10 потому что драйверы только для windows 10 для всех остальных windows то есть драйверов нет поэтому если вас установлена какая-то другая версия windows то данный модуль вам не подходит переустанавливайте на новый windows и тогда данный модуль подойдет вам непосредственно для того чтобы установить внутрь вашего ноутбука и так не подходит для ноутбуков hp и lenovo ввиду того что у них bios загружены определенные модули хотя в последнем варианте говорилось о том что для нового 2016 года и выше как вариант можно установить но это не точно поэтому сами уточняйте возможно или нельзя установить данный модуль непосредственно ваш ноутбук у всех остальных ноутбуков если у вас отсутствует какие-то ограничения по bios то есть данный модуль свободно устанавливается давайте посмотрим что находится внутри я достал непосредственно Wi-Fi модуль кстати мы сейчас еще посмотрим что находится внутри но тут внутри находится модуль непосредственно intel для двух частот 2.4 и 5 гигагерц и используются сети двухдиапазонные и самый интересный момент здесь вот есть регистрация в американской системе FCC ID показан номер мы его проверим вернее как этот модуль зарегистрирован непосредственно в этой базе данных потому что говорят что данный модуль не зарегистрирован и еще один момент внутри как говорили то бывает такое что пропаян один проводок сейчас я специально вскрою его для вас они исправили свою ошибку то есть пропаян 2 проводка и вот внутри находится непосредственно Wi-Fi модуль компании intel сейчас давайте мы данный Wi-Fi модуль непосредственно установим внутрь ноутбука и протестируем а перед тем как устанавливать данный модуль непосредственно внутри данного ноутбука мы сейчас протестируем непосредственно тот модуль который стоит изначально комплектации данного ноутбука тоже Wi-Fi модуль компании intel для того чтобы познакомиться какой модуль непосредственно стоял в комплектации внутри ноутбука Toshiba Satellite P300-226 достаточно зайти на сайт производителя открыть соответствующую страничку в настоящее время от ошибок переименована гинобук и здесь в архивных материалах представлены характеристики непосредственно данного ноутбука который мы рассматривали уже несколько раз когда осуществляли модернизацию здесь ноутбук прошел достаточно глубокую модернизацию заменены здесь жесткий диск на твердотельный накопитель дальше добавлена память 4 до 8 гигабайт и также был заменен непосредственно сам процессор здесь стоял Core 2 Duo P8600 поставили сюда Core 2 Duo T9900 все эти манипуляции с ноутбуком есть на моем канале для всех желающих ознакомиться можете посмотреть соответствующие видео по данному ноутбуку итак здесь у нас установлен Wi-Fi модуль если вы внимательно посмотрели следующий это Intel адаптер 5000 серии 5100 Wi-Fi модуль непосредственно в этом ноутбуке причем в этом ноутбуке отсутствует Bluetooth модуль поэтому здесь только Wi-Fi сеть протоколами A, B и G возможности этого модуля мы сейчас протестируем непосредственно в соответствующем тесте итак как видим ноутбуке Toshiba Satellite P300-226 у нас не установлен Bluetooth так а в качестве сетевого адаптера применяется следующий сетевой адаптер а именно Intel 5100 и протоколы которые он поддерживает это A, B и G сейчас мы этот сетевой адаптер поменяем и у нас появится помимо сети Wi-Fi также появится Bluetooth 5.0 давайте рассмотрим характеристики Wi-Fi модуля который установлен непосредственно при комплектации ноутбука Toshiba Satellite P300-226 слева мы видим стандартное окно AIDA 64 Extreme в котором настоящее время отображается этот Wi-Fi адаптер который установлен внутри данного ноутбука и показаны основные его характеристики стандартное окно теста Speedtest в котором продемонстрированы скоростные возможности по приему и отдаче при тарифном плане 100 мегабит в секунду как на прием так и на отдачу в настоящее время данный адаптер берет где-то от 17 до 20 процентов еще зависит от того от загрузки различных устройств процессора и так далее а также загрузки сети настоящее время в простое то есть когда мы не писали видео с экраном мы получили следующее значение сейчас давайте попытаемся снова запустить тест и посмотрим что у нас получится в результате вот как видим получили практически те же самые значения где-то от 17 до 20 процентов в период данный Wi-Fi модуль который установлен по умолчанию в 2009 году это еще без учета того что внутри нету блютуза никакого получили следующие результаты загружает он сеть где-то на 17-20 процентов от возможности сейчас мы переустановим этот модуль на тот который продемонстрировал начале и снова протестируем уже новый модуль для Wi-Fi 6 поколения как ведут себя этот модуль непосредственно внутри этого ноутбука и а м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok 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 Неизвестное оборудование На которое нам требуется драйвер Сейчас у меня сеть отключена Я подключаю кабель И смотрим внизу, что произойдет Как видим кабель подключился Вот у нас нашел Bluetooth 5.0 Соответствующий Wi-Fi мутный, то есть установил соответствующие границы И теперь приступаем к тестированию Здесь у нас представлено опять два окна Первое окно это AIDA 64 Extreme В которой отображается основная информация А справа стандартное окошко в браузере Хром А именно Speedtest Точно так же изначально в простое Без учета записи с экрана Протестировали Новую карточку Которая установлена Непосредственно внутри Ноутбука После замены старой Пятитысячной серии Также от Intel Так и теперь как видим у нас появился Bluetooth Основные характеристики здесь 5.0 И появилась сеть Wi-Fi шестого поколения Здесь вот тоже отображаются основные ее характеристики Так ну и давайте сейчас попробуем Во время нагрузки пройти еще один тест Вот мы такие и получили результаты Еще раз повторяю Тарифный план 100 Мбит в секунду Как на прием так и на отдачу Находимся мы на равноудаленном расстоянии От Wi-Fi роутера 5-го поколения Максимальная пропускная способность Через включение кабеля составляет 1000 Мбит в секунду А для Wi-Fi сети составляет где-то 0.9 Гбит в секунду В результате получили следующие данные Которые отображаются здесь Все что необходимо можно увидеть справа Во время тестирования как изменяется значение И то же самое как изменяется значение на внешнем тесте Speedtest Результаты на прием и отдачу при помощи этого Wi-Fi модуля Благодаря этому адаптеру мы получили Высокоскоростной Wi-Fi шестого поколения И Bluetooth модуль Да, насчет Wi-Fi шестого поколения Вам для реализации всех возможностей Понадобится еще и роутер соответствующего поколения шестого Который нужно будет приобрести И сумма начинается где-то от 10 рублей и выше Чтобы полностью взаимодействовать данную карточку Непосредственно у ваших ноутбуков Да, и не забываем о том, что данную карточку можно применять во всех ноутбуках Где есть белый список оборудований За исключением HP, Hewlett Packard и Lenovo Хотя для Lenovo, как говорят, с 2016 года данный модуль можно применять Но это не точно Все нужно проверять и смотреть Если вам модуль подошел, вам повезло Если не подошел, не повезло И еще важное условие Ввиду того, что драйверы только есть Для Windows 10 данный Wi-Fi адаптер Предназначен для операционной системы Windows 10 и возможно выше Если выйдет какая-то новая версия Вот так вот мы получили данные результаты Которые вы сейчас и ознакомились Кстати, на Wi-Fi модуле Там обозначен идентификационный номер американской системы регистрации частот Так называемый FCC ID И давайте сейчас поищем на X-сайте этот регистрационный номер Вот как здесь показано, вводится исходя из этих значений Можно ввести два варианта Давайте тот вариант, который обозначен непосредственно на этикетке данного Wi-Fi модуля 6-го поколения Там обозначено в таком варианте Мы возьмем в таком варианте И постараемся поискать, существует ли данный модуль И зарегистрирован в этой базе данных сетей Итак, как видим, то поиск увенчался 0 Данного модуля нету в их базе данных Поэтому, кстати, вот здесь вот еще и написано Что были проверены и другие варианты И результат поиска 0 То есть в базе данных FCC Американской по частотам данный модуль И значится Поэтому решайте сами О необходимости использования данного модуля Над территорией той страны, где эти частоты используются Как видим, по результатам тестирования Все у нас заработает и прекрасно устанавливается внутрь этого ноутбука Все прекрасно взаимодействует Протестировали данный модуль На скорость передачи и на скорость получения и отдачи В стандартных тестах Всем, кому нужен этот модуль, решает сами Я свой осознанный выбор сделал И результаты предоставил вашему вниманию Всем спасибо за внимание Кому это было полезно Всем удачных покупок распаковок До следующего видео И до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok